Двухфакторную аутентификацию нужно подключать на все чувствительные сервисы. Это закон. Ну и, конечно, безопасность вашего сайта, то есть доступ к админ панели WordPress — это одна из самых чувствительных зон. Я бы ее сравнил по значимости с доступом к банковским или почтовым аккаунтам. Поэтому сейчас мы с вами двухфакторную аутентификацию на сайте под управлением WordPress и подключим. Делается это с помощью внешнего плагина, а значит идем в плагины и набираем в поиске 2FA — принятое сокращение для two-factor authentication. Плагинов много, ни на чем не настаиваю, но мне больше всего понравился WorldFans Login Security. Во-первых, тут не просят денег за базовые необходимые функции, как в некоторых других плагинах. И во-вторых, сам WorldFans специализируется на защите сайтов и делает в том числе плагин для комплексной защиты сайтов. Не перепутайте — вам нужен WorldFans Login Security. Плагин появляется в меню слева, туда мы и отправляемся. Это страница подключения двухфакторной аутентификации. Я настоятельно рекомендую пользоваться приложениями для мобильного типа Google Authenticator или EndOTP и тому подобных. У меня есть скринкаст по Google Authenticator по меньшей мере. Ссылка в описании. Посмотрите скринкаст, установите приложение и потом возвращайтесь сюда. Сканируете QR-код, вводите сюда полученный шестизначный PIN-код и спокойно засыпаете. А, нет. Сначала скачиваете коды восстановления на случай потери кражи выхода из строя телефона, сохраняете коды в защищенном месте, лучше в зашифрованном виде, например, с помощью PicoCrypt, о котором я рассказывал в позапрошлом скринкасте. Ссылка на скринкаст в описании. И вот теперь уже спокойно засыпаете. После активации вы можете деактивировать двухфакторную аутентификацию — это относится только к вашему аккаунту, а не к плагину в целом — или сгенерировать новые резервные коды активации. Кроме закладки, которая касается непосредственно вас, тут есть настройки, касающиеся самого плагина. Если, конечно, вы администратор. Тут все пользователи, которые есть на сайте, разбитые по ролям. Тут же информация, сколько пользователей активировали двухфакторную аутентификацию. И настройки того, какие группы пользователей как с этим плагином будут взаимодействовать. Сейчас, кроме администраторов, он у всех отключен. То есть они его в принципе не могут подключить. Можно сделать опционально, или даже потребовать включить аутентификацию. То есть required. Вот сейчас мы требуем от редакторов подключить аутентификацию и даем им на это 30 дней. Через 30 дней без подключенной 2FA войти в админку они не смогут. Вообще грейс-период — вещь полезная в психологическом плане. Резкое подключение какой-то меры безопасности часто вызывает отторжение. Ну и у авторов тоже потребуем. Далее предоставить пользователю возможность запомнить данные входа и не спрашивать второй фактор в течение 30 дней. Подключить для XML RPC. Не буду рассказывать, что это. С большой долей вероятности вы этим не пользуетесь. А значит лучше подключить. Ну то есть оставить required. То, что по умолчанию. Если вдруг что-то перестанет работать, можно отключить. XML RPC могут использовать какие-то плагины, например, Jetpack. Тут список IP-адресов, при заходе с которых аутентификация запрашиваться не будет. Если у вас постоянный IP, можно сюда внести. И капча. Ну просто капча. Ну или не просто капча, а интеллектуальная гугловская капча, которая рассчитывается по рейтингу юзера. Вроде все. Так, выходим из аккаунта, смотрим, что произойдет. Напомню себе, а то FA подключил. Ввели логин-пароль и вот он запрашивает код. С возможностью запомнить вас на 30 дней. Ввели код, зашли на сайт. Теперь зайдем от имени редактора, который двухфакторную аутентификацию еще не подключил, но мы у него это сделать потребовали, причем в течение 30 дней. Код он не запрашивает, но здесь у него появляется плашка, что времени осталось до 13 августа. И в левом меню появляется плагин, где он может авторизоваться и выполнить условия администратора сайта. У него, кстати, видите, настроек плагина нет, так как он не администратор. Вот такие несложные телодвижения помогут вам спать спокойно. Ну насколько можно спать спокойно в наше неспокойное время. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова